Дорогие друзья Дорогие друзья, всех с началом нового чемпионата, всем творческих успехов, желаю, чтобы черновецкие футболисты и команда радовали журналистов, поклонников футбола, здесь любят футбол, зритель объективный, зритель азартный. Что касается игры, характера игры, ну наверное на наши действия отложил отпечаток все-таки старт, редко стартовые матчи бывают зрелищные. Но я благодарен ребятам за то, что мы выдержали борьбу, мы выдержали накал борьбы, навязали сопернику в общем-то силовую борьбу. Где-то может быть не получилось комбинационной игры, но все-таки списываю на волнение ребят, на некоторую, наверное, несыгранность. У нас коллектив обновился, впрочем, как и у Буковины. Ну, будем надеяться, что в последующих играх какие-то связи между собой ребята наладят, но самое главное, что игра держала в напряжении зрителя, игра была боевой. И, наверное, результат ничейный закономерен, хотя, конечно, переживают и буковинцы, и мы, наверное, за то, что все-таки два очка потеряно. Коротко, все. Запитание, что есть, будь ласка. Почему так мало грусти у вас заявки сегодня? Так получилось, это объективные обстоятельства. Некоторые футболисты травмировались по некоторым людям, по которым мы вели селекционную работу. В общем-то, там был контингент с людьми, которыми вроде и подписали контракт, но в последнее время отказались, потому что решили, что люди не соответствуют. И, в общем-то, будем двигаться мы дальше и доукомплектовываться, пока открыто трансферное окно. А просто брать игроков, чтобы закрывать количественно, мы решили этого не делать. Чего вы разочаровали бы? И как вы оцените все-таки буковину в новом складе? Ну, мы очень хорошо готовились к игре. Я в Крыму наблюдал за буковиной в контрольных играх, и команда мне очень понравилась. И содержанием игры, и исполнительским мастерством мы очень серьезно готовились, разбирали действия игроков. В общем-то, в игре с Таврией в контрольной буковина действовала гораздо гибче в тактическом плане. Сегодня я этого не увидел. Наверное, результат давлел, и ребята действовали более прямолинейно. Вообще, команда симпатичная, нравится мне команда, старается играть в комбинационный футбол. В общем-то, могу сказать только добрые слова. А вчера вчера не было? Ну, наверное, мое такое положение, что если бы я доволен оставался, даже в случае победы, наверное, трудно было бы двигаться вперед. В общем-то, нет такого дела, которое нельзя было бы сделать еще лучше. Скажите, пожалуйста, какие цели и задачи ставит собой руководство авангарда на этот сезон? Руководство не ставит каких-то конкретных задач турнирных. Мы ставим задачу развивать команду, развивать коллектив, развивать качество игры и радовать болельщиков, в общем-то, содержанием. И чтобы болельщик ходил на стадион, как на праздник, и был рад содержанием игрой, и не только результатом. Ну, а при таком подходе, мы надеемся, при такой философии, что, в общем-то, результат тоже должен прийти, как следствие нашей работы. Спасибо вам. Всего доброго, всем успехом. Короткое резюме сегодняшнего матча. А тут уже запытания выкрутите. Ну, чудес в футболе не бывает. В принципе, ясно, что результатом мы недоволены. Но, учитывая те обстоятельства, которые есть на сегодняшний день в команде, все-таки полкоманды мы меняем. И на сегодняшний день у нас не до комплектации еще пять футболистов, все-таки это много. И в том составе, вы сами видели, что игра делилась на отдельные отрезки. То есть, одни отрезки мы играли очень хорошо, были моменты, где команды противника просто не было на поле. И были моменты, отрезки, где мы играли не очень убедительно. Я не говорю, что плохо, не очень убедительно. Ну, это есть причины. Одни футболисты только приехали, вторые там с нами работают пять дней, десять. Ясно, что команда не делается за этот, за столь короткий период. Но, знаете, это говорит о том, что у нас очень много работы впереди. В принципе, ребята это понимают. И я уверен, и надеюсь, что мы будем очень много работать, и у нас все-таки получится тот результат, к которому мы стремимся. Спасибо. Запитания? Будь ласка. Ну, знаете, я связываю, наверное, все-таки это первая игра, волнение. Ну, плюс ясно, что есть над чем работать. Все-таки, знаете, вроде по количеству нападающих у нас количество есть, но пока не удается перерастить в качество. Ну, был у нас нападающий хороший уровень, капитан команды, но его уже нету. Значит, это шанс для других ребят проявить свои лучшие качества. Ну, на одной игре чемпионат, ясно, что не заканчивается, хотя ясно, что в таком результате ничего хорошего нет. Ну, еще раз, кто работает, тому ясно, что Бог помогает. И я надеюсь, что... Я точно не надеюсь, мы будем много работать, чтобы у нас что-то получилось. Ну, ясно, что, я надеюсь, что мы с каждой игрой будем играть все лучше, лучше, лучше. Тем более, знаете, недельные циклы, они позволяют все-таки подводить футболистов к определенной хорошим кондициям. Ну, будем ждать, что Гелиусу будет готов уже. Женя Сантропинский все-таки, это боевая единица наша, атакующая. Да, ну, сами видели, что там были какие-то, как бы, можно сказать, моменты, но все-таки не получилось. Ну, ничего, знаете, радует, что есть хоть что-то про блески хорошей игры, они все-таки есть.